Маяковский тревел-блогер. В Самаре, в Горький центр, открылась выставка, посвященная заграничным поездкам поэта. Его туры по зарубежью показаны через очерки, стихи и письма, и оформлены как посты в соцсетях. На выставке Маяковский представлен как обычный современный турист. Ему близко и материальное, и духовное. Так, в Париже в первую поездку поэт знакомится с Пикассо. Он потом написал «Бывал у меня один русский поэт, тоже высокого роста, Маяковский, но тот шагал впереди толпы, а вы шагаете в толпе». Он успевает за небольшой промежуток времени заключить договор с издательством на издание поэмы «150 миллионов». Для него нет каких-то второстепенных вещей. Он действительно совмещает и работу, и в некотором смысле отдых. Это рубеж десятилетий. Наш с вами рубеж десятилетий, наши с вами подходящие к нам двадцатые, о которых тоже уже, наверное, надо начинать думать, представлять их и сравнивать с теми двадцатыми, которые были сто лет назад. Выставка «Хронологический тур по последним годам жизни поэта». Заграничные поездки Маяковского длились с 22 по 29 годы. Америка, Франция, Германия, Латвия. Первый раз за границу поэт уезжает, еще мечтая о светлом и счастливом будущем для всех. Вот этот эскиз к мистерии «Буф» с самолетами, трубами, вот такими продуктами – это действительно мечта Владимира Маяковского. 29-й год – последняя поездка. Меняется восприятие России после взгляда на заграницу. В глазах надрыв и усталость. Поэту запрещают поездки за рубеж, а юбилейную выставку власть и вовсе игнорирует. Что было дальше – хорошо известно. Те же выискания Маяковского за границей. Ну, и как бы об этом для меня, ну, я никогда не знал, что он работал в рекламе. Это личные фотографии Маяковского, его знакомых, семьи, то есть вот с кем он общался в этих поездках. Вот это интересно. Я сейчас себя ощущаю не на выставке, а внутри происходящего события. Как будто я там схожу на пароходы. Совершить путешествие с Вадимиром Маяковским можно будет до 31 ноября. Выставка проходит в Горький центр. Семен Безгенов, Константин Головин. События.